Я в этом смысле как бы разделяю точку зрения российского центра стратегических разработок, которые говорят о том, что прежде чем трансформировать экономику, прежде чем создавать эту страну, в первую очередь должна произойти цифровая трансформация государственного управления. Причем для этого уже существуют, что называется, исторические примеры. В частности, вот я считаю наиболее применимым к нам не опыт малых стран, в виде, например, Сингапура или Эстонии, просто в силу того, что это маленькие экономики с малым количеством людей и, соответственно, очень маленьким правительством. А вот, скажем, опыт Британии, которая является именно мировым лидером в области как раз-таки именно цифровой трансформации правительства. Идея, которая у них называется «Государство как платформа», сутью которой является создание интегрированных баз данных, которые в дальнейшем могут быть использованы системам государственного управления и любым бизнесом и так далее. И одновременно это системой создают интерфейсный уровень. Вот то, что мы называли одним окном, да, предоставление услуг, причем не только по запросу, но и проактивно, постоянно сопровождая, что называется, человека от рождения до смерти с предложением ему различных услуг. Ну и одновременно с получением системы постоянной обратной связи, что от бизнеса, что от граждан, о качестве работы. Проблема же ведь нашего IT, пока это, в общем-то, довольно иностранная, народное тело в нашей экономике. Все, чем может похвастаться самый IT-сектор, как вы видели многократно, значит, что как бы главным успехом называется то, что, ну, здесь же люди получают зарплаты, соответственно, они же что-то тратят. Мы видим, как растет сектор услуг от барбершопов до, там, баров крафтового пива. Но настоящего спроса сейчас экономика не генерирует на инновации. Это отдельная проблема, связанная с неэффективностью по-прежнему еще старой, во многом, советской модели экономики. И в интересах самого бизнеса, и в интересах самого IT, и в интересах граждан, и в интересах государства начать именно цифровую трансформацию правительства. И это автоматически будет создавать как спрос на услуги IT, так и возможность потом монетизации этих же самых сервисов, которые будут создаваться. Прямо сейчас госорганы сталкиваются именно с проблемой невозможности работы над единой вот этой вот базой данных из-за того, что просто и форматы разные, и больше того, что эти данные на самом деле сейчас являются собственностью раздельных ведомств. Это не открытые данные, которыми может пользоваться потом как бы любой и так далее. И вот как раз таки британцы с этого начинали. Это действительно непростая задача, сопротивление ведомств довольно большое, и в этом смысле можно воспользоваться еще и идеей недавно возникшей создания цифрового министерства. То есть там точно также было создано отдельное агентство, которое вот как раз этими вещами и занималось. Даже в больших странах с большим количеством, что называется, как бы легаси данных, накопленных там может быть еще со времен предыдущих королей и королев, да, тем не менее это способно и это работает. Идея совместить две, что называется, такие родившиеся порознь идеи. Одна из декрета номер восемь о необходимости еще одного надзорного органа за программистами в виде министерства цифровой экономики. И вторая это то, что прямо сейчас и так уже стоит задача обеспечить возможность бигдейты относительно для возможности ее пока только для целей государственного управления, но в дальнейшем, возможно, и для граждан для бизнеса тоже. Речь скорее идет о том, что остальные отрасли просто будут сами как IT. Идея же как раз вот этого вот правительства как платформа во многом и заключается в том, чтобы государственное управление начинало выглядеть как управление IT-корпорацией. Идея заключается не в том, что у нас там вырастет, например, там сектор офшорного программирования или что-то еще. Для этого, на самом деле, немного возможностей для роста и самое главное из них просто физически программистов не хватает. Все более выглядеть как IT должны традиционные старые наши отрасли. Собственно говоря, эта задача, между прочим, ставилась еще самым первым указом о создании ПВТ, но пока, как мы видим, она, в общем, никак не реализуется. Вот. И по-прежнему я настаиваю на том, что прежде чем сама экономика начнет генерировать спрос на такого рода инновации, начать должно государство с себя.